Меня зовут Анна Гайван, и я основатель стартапа JoinMamos. Мы делаем мобильные приложения, которые помогают искать мам с похожими интересами и рекомендовать им товары для покупки. Мы делаем умный Marketplace. Наш алгоритм находит мам с похожими интересами, которые живут в одной местности и у которых дети одинакового возраста, помогает им общаться друг с другом и рекомендует товары с высокой степенью конверсии в покупку. 70% мам говорят, что единственные взрослые, которого они видят в течение дня, это их собственный муж, а 90% мам говорят о том, что их социальная жизнь заканчивается. Друзья продолжают ходить по клубам, барам, но их, к сожалению, собой не зовут. Что мы делаем? Мы делаем мобильное приложение, которое помогает найти мам с похожими интересами. Мы организуем встречи мам, помогаем им найти экспертов и консультантов, а также делаем закрытые мероприятия для мам и клубные скидки. У нас есть конкуренты. Это приложение Hello Mamas, которое появилось в США в сентябре прошлого года. У них 100 тысяч пользователей на данный момент. И это приложение Masha, это его клон английский. У них сейчас 50 тысяч пользователей. В России наш конкурент — это приложение MomLife. У них 750 тысяч пользователей, но никто из них пока не сделал умный Marketplace, основанный на персональных рекомендациях. Рынок детских товаров, между тем, поистине огромен. В России рынок составляет 15 миллиардов долларов, из него 7% доля онлайн. В США 103 миллиарда долларов и доля онлайн 23%. Мы монетизируемся на Marketplace. Наш ментор — это коммерческий директор магазина «Дочки и сыночки». Мы продаем только высокомаржинальные товары. До внедрения Marketplace мы монетизируемся на рекламе и платных подписках для вендоров. Сейчас приложение выпущено в Apple Store Google Play в марте этого года. Сейчас мы выпустили его для мам из четырех стран. 47% пользователей в России, остальные — Великобритания, Германия и Франция. Мы планируем поднять сейчас 10 миллионов рублей для затрат на привлечение пользователей. Первые 50 тысяч в ближайшие три месяца. Для запуска новой бомбической версии с известными блогерами Рунета и для выхода в Германию. Почему Германия? Потому что в Германии нет конкурентов, есть рынок 20 миллиардов евро, и есть инвестор, готовый войти в проект на следующем этапе. В компании у нас истинные профессионалы рынка, которые работают в IT уже много лет. Я работаю в IT больше 10 лет в компаниях Абвис Каенг. Мой партнер по бизнесу Александр Файн, работа 14 лет в IT, компания Параллелс, директор по продажам Европы, Азии, Африка. Наш основатель — СТО Юр Капачевский. Вместе мы делали Абвилингва. И директор по продукту Никита Берешок. Джоэн Мамос — умный маркетплейс и сообщество Мам. Ну что, итак, зачем нам очередной клон? Я бы не сказала, что это клон. Мы отличаемся от других стартапов тем, что мы… Чем? …оффлайн и онлайн. Мы организуем встречи мам, которые познакомились через наши приложения, а потом выводим их оффлайн и даем им почву для встреч. Это будет йога, консультация экспертов. То есть журнал «Клео» и предыдущие форумы «Мамочка.ру» тут же сразу все повесились и побежали к вам? Я думаю, что не они повесились, а побежали к нам пользователи. Но они же сейчас там. Зачем они к вам сейчас пойдут? У нас будут персональные рекомендации. Мы им даем не весь контент подряд, а только для них. Мы экономим их время. Но они же в состоянии выбрать сами. В данном случае мы ловим частицу Бога. Но у мамы не так много времени, чтобы пролистывать все посты про детей всех возрастов и про все темы. Но она же в состоянии форума отранжировать, что ей нужно. Сегодня ей нужны памперсы, ребенок двух-трех лет. Да, и заодно мы предложим этим памперсы купить, потому что мы знаем ее интересы. У нас будет умный маркетплейс, который будет рекомендовать товары для покупки. Таких маркетплейсов у нас достаточно большое количество. И самое главное, как мы привлечем туда рекламодателя, если он уже находится на традиционных площадках типа «Клео». У нас уже есть первый рекламодатель, это Кимбрилл Кларк, наши официальные партнеры. И остальные партнеры тоже заинтересованы в узко таргетированной рекламе на маму. Ну, будем надеяться, что это как-то взлетит. Хотя, насколько я знаю, о вас знают существенно меньше. И вы собираетесь, по-моему, в Германии делать все. Да, совершенно верно. А почему же в России мы тогда просим деньги? Мы поднимаем стартап в России, затем клонируем его в Германии. А если он не взлетит в России? Взлетит. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.